Дорогие мои друзья, я прошу прощения за свои некорректные формулировки по поводу домашнего насилия. Еще раз хочу подчеркнуть, что я против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой. Поэтому я очень прошу вас конструктивно высказаться под этим постом и также сказать мне, чем я могу быть полезна в данной ситуации. Благодарю. Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Друзья, всем привет. Могу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунтом мамы? Потому что Паша забрал ему телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить. И он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит, уезжайте нахер. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Я даже не могу сейчас, как бы, понять, где мой телефон, собственно. Но я завтра постараюсь купить новый. И все восстановить. Ну, просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете? Просто я вела прямой эфир с Фимой. В общем, я никогда не хотела это все... В общем, я никогда не хотела это все выносить на публику. Но, к сожалению, у меня просто нет другого оружия. Если я не скажу это сейчас, это все опять замолчится, это все опять прикроется, и человек опять будет нормальным, но... Лучше пускай будет так. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает. Пьет алкоголь в неверенных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. И вот так случилось. Привет джигану, как говорится. Вот. Так что так, друзья. Держите кулачки, надеюсь, мы переживем эту ночь.